Всем привет! У нас на канале «АвтоСтронг» более 200 разборок двигателей, поэтому в комментариях вы часто спрашиваете советы по выбору масла и о синтетике в частности. Так вот, в этом обзоре мы хотели бы коснуться именно синтетики. А есть ли она на самом деле? И что реально налито в банки канистры именитых брендов? Досмотрите этот обзор до конца, и вы обязательно узнаете, почему минералку начали называть синтетикой и почему четких стандартов в этой отрасли нет. Начнем немного издалека. Вы когда-нибудь видели на канистре с маслом его состав? То есть понятный перечень компонентов, из которых сделана жидкость, залитая туда. Нет, таких этикеток на банке с моторным маслом нет. А почему? Потому что нет никаких требований и указаний со стороны регулирующих органов раскрывать состав моторного масла. Точно так же нет никаких особых правил, как отличить минеральное масло от реальной синтетики. Точно так же, как и нет особых правил, чтобы отличить минералку от синтетики. И, кстати, все вот эти вот брендовые масла, а также многие другие, а также и другие технические жидкости, также новые запчасти и отличную бэушку вы можете приобрести в «АвтоСтронг». А также «АвтоСтронг» недавно стал официальным дилером компании «Супротек». Так что за всем вот этим обязательно к нам. Ссылочки и подробности в описании. А теперь сделаем шаг в сторону автомобильного топлива и бензина, и дизельного топлива в частности. То есть для бензина и для дизельного топлива есть множество ГОСТов, то есть стандартов, в которых написано, что есть бензин, что в нем должно быть и в каком количестве. В частности, в ГОСТе 32513-2013 указаны физико-химические и эксплуатационные параметры бензинов от 80-го до 98-го. Там всего 15 критериев. А вот в ГОСТе 305-2013 указаны технические требования к дистопливу. И, кстати, на нашем рынке 4 вида дистоплива. Ну а теперь вернемся к моторным маслам. Нет никаких ГОСТов для моторных масел. Сейчас я предвижу, что знающие люди пишут, что ГОСТы все-таки есть. На самом деле, да, какие-то ГОСТы есть, но нет четких стандартов определения между минералкой и синтетикой. И вот этот факт дает возможность производителям писать на банках слово «синтетика» на любом языке и в любом виде. Итак, в отношении моторных масел принят ГОСТ 105-41-78. И там целых 15 критериев. Там используются всевозможные критерии. От кинематической вязкости и сульфатной зольности до содержания активных элементов. И нигде не написано, какое моторное масло можно считать минералкой, а какое синтетикой. Скажем больше, только одна страна в мире стандартизировала отличия между минералкой и синтетикой. И это, конечно же, Германия. То есть вы можете пробить то или иное масло, которое вы используете, на немецком сайте производителя. И в 95% случаев вы убедитесь то, что никакая это не синтетика. И забегая вперед, скажем, что это не жульничество со стороны продавцов, и мы ни в коем случае их в этом не обвиняем, а просто маркетинговый ход. И мы еще раз повторюсь, никого не обвиняем, что кто-то там жонглирует фактами. И, кстати, этого мы еще позже коснемся. Ну а теперь обратим ваш взгляд на маркировки, которые нанесены на этикетках. Здесь больше ясности и интересностей. Сразу начнем с аббревиатуры API, которая нанесена буквально на каждую банку моторного масла. API – это American Petroleum Institute, американский нефтяной институт. Этот институт давным-давно издал регламент лицензирования и сертификации масла. Его номер API 1509. В приложении E перечислены пять групп базовых масел. Базовое масло – это основа моторного масла как продукта, который вы покупаете и заливаете в ваш двигатель. И заметьте, тут тоже ничего не сказано, что есть минералка, а что есть синтетика. Первые три группы масел – это производные от нефтяного сырья, доведенные до определенных характеристик и вязкости, и очищенные. Итак, первым трем группам стандарта API применяют всего три характеристики. Должно быть не менее 90% предельных углеводородов, содержание серы 0,03% и менее несколько критериев кинематической вязкости. Для самых очищенных, произведенных из нефтяного сырья базовых масел, граничным индексом является 120. Так вот этот индекс рассчитывается по стандарту ASTM D2270 и указывает влияние температуры на вязкость масла. Чем выше такой индекс, тем меньше изменяется вязкость базового масла при изменении температуры. А вообще вязкость измеряется по стандарту D2270 при температуре 40 и 100 градусов. Смотрите, какая интересная штука. Сырьем для базовых масел группы 1, 2, 3 по API является нефть. И точка, и ничего больше. Кстати, к третьей группе можно отнести и масла, которые получены по технологии GTL, то есть Gas to Liquid. Эти масла получены при помощи сжижения природного газа. А вот базовые масла группы 4 – это чисто поли-альфа-олефины. Гидрогенизированные олигомеры олефинов, получаемые каталитической полимеризацией линейных альфа-олефинов. Говоря простым языком, это масло, которое получается при помощи химического синтеза из этилена. Ну а пятая группа – это любые другие масла, которые не вошли в группы 1, 2, 3, 4. Так вот, если вы подробнее начнете изучать и искать, что такое минералка, а что такое синтетика, то наткнетесь на два мнения. Авторы и ресурсы, которые не связаны с продажей моторных масел, утверждают, что масла групп 1, 2, 3 – это минералка, а 4, 5 – это синтетика. А вот ресурсы и авторы, которые связаны с продажей масла, пишут, что к маслам синтетика относится только третьей группы. А почему именно базовым маслам третьей группы уделяется столько внимания? А потому что в их основе именно масла третьей группы. Масла третьей группы проходят очистку методом каталитического гидрокрекинга. В ходе этого гидрокрекинга удаляются соединения серы и азота, и улучшается молекулярная структура минерального масла. Иногда на канистрах с маслом встречаются аббревиатуры HC или VHVI. Это всё про гидрокрекинг и про базовое масло третьей группы VHVI, Very High Viscosity Index, очень высокий индекс вязкости, о котором мы говорили в начале этого видео. Так откуда взялось мнение, что масла третьей группы – это синтетика? И вот невнятную точку в этой истории поставил американский суд. Это произошло в 1999 году. А суть вот в чём, что до 1997 года компания Castrol производила масло Syntec и в её основе было 80% того самого ПАО. Так вот, затем из состава масла вот этого Syntec ПАО убрали совсем и оставили масла третьей группы, как утверждала компания Model Oil минеральные. Кстати, основой служили гидроизомеризованные базовые масла Shell. Защищая свою позицию, Castrol ссылалась на мнение экспертов и на общество автомобильных инженеров SAE, всем известная аббревиатура, а также на документы APO. Дело в том, что в начале 1990-х годов все они определяли гидрокрекинговые базовые масла как синтетические. А вот с появлением в начале 1990-х масел IHVI производители вот этих масел поторопили регуляторов, чтобы, ну они сказали, как их вообще эти масла сертифицировать и вообще как их определять. Вот синтетика это либо не синтетика. Вот эти масла VIHVI это масла высокой степени очистки и с очень большим индексом вязкости. До 1995 года справочник SAE и регламент API определяли гидроизомеризированные масла как синтетические, но затем оба регулятора убрали слово синтетический из всех своих документов. И вот к тому моменту масла на основе гидрокрекинговой базы продавались как синтетические в 37 странах мира. И вот такой вот гибкий подход регуляторов дал совершенно законное основание компании Kastrol изменить состав масла Sintec, то есть отказаться от пауосновы и заменить ее на гидрокрекинговое базовое масло из нефтяного сырья. А вот компания Kastrol утверждала, что ее масло обеспечивает прекрасную, превосходную защиту двигателя лучше, чем у других масел, то есть лучше, чем другие масла. Потому что в составе имеется базовое масло, которое имеет уникальную молекулярную связь. В жалобе Mobil против продукта Sintec вот этот производитель ПАО утверждал, что настоящее синтетическое масло должно изготавливаться из, скажем так, небольших молекул, которые подвергаются химической реакции, а не из натуральной нефти. И вот еще добавим, что вот таким продуктом было масло Mobil 1 в 90-е. В его основе было ПАО-масло. В ответ представители Kastrol утверждали, что синтетическим маслом является и то, основой которого служит натуральное сырье, но в процессе производства молекулярная структура вещества разрушается и преобразуется посредством химической реакции с целью создания новой молекулы, которая отличается от встречающихся в природе веществ. Однако среди экспертов, которые высказались для арбитража, были и те, которые затруднились отнести гидрокрекинговые масла к минеральным или синтетическим. Поскольку хоть сырье и натуральное, но в процессе его очистки и разложения парафинов образуются новые вещества, которых не было в исходном сырье. Собственно, как мы уже отметили, регуляторы тоже решили исключить слово синтетический из определения. Ну и чем же все закончилось? А закончилось все тем, что арбитраж признал, что масло Castrol Synth, которое создано на гидрокрекинговом масле третьей группы, без грамма-пау является синтетическим. И, кстати, потом выяснилось, что компания Mobil продавала на рынке Европы изомеризированное базовое масло как синтетическое. В общем, с арбитражом согласились такие гиганты, как Shell, Exxon. Согласился даже главный инженер компании Chevron. А все потому, что слово «синтетический» имеет очень-очень-очень обширное значение. Таким образом, все производители моторных масел согласились, что слово «синтетический» – это что-то искусственно созданное, и не обязательно из какого-то определенного соединения или компонента. Скептиков тоже было много, и их можно понять, потому что ПАО масла по характеристикам выигрывает у любых гидрокрекинговых. Синтезирование ПАО масла гораздо дороже, чем синтезирование любого гидрокрекингового. И вот таким вот образом сейчас на полках магазина любое ПАО масло именитого бренда в два раза дороже, чем самое крутое гидрокрекинговое. А еще некоторые эксперты из масляной отрасли утверждали, что будет путаница из-за такого решения национального рекламного отдела. В принципе, так и получилось. То есть конечный потребитель, то есть клиент, то есть человек, который покупает масло, ну, вряд ли знает, что в его основе. Но на что это влияет? Вот для конечного потребителя. Для конечного потребителя мы считаем, что особой разницы нет. Ведь качественный гидрокрек стоит, ну, намного дешевле ПАО масел, и выбор гораздо больше. С точки зрения производителя масел, сырья для гидрокрекингового масла завались. Конечный продукт переработки обходится дешевле. К тому же такое масло хорошо справляется с увеличенными, например, европейскими интервалами замены. Если вы не знали, интервалы замены масла по 30 тысяч километров в Европе обусловлены и интересами владельцев авто. Все-таки дешевле менять масло и фильтр каждые 30 тысяч километров. То есть в три раза реже, чем при привычных нам 10 тысяч. И вот при таких заменах каждые 30 тысяч километров значительно сокращается объем отработанного масла. Ведь его еще надо правильно утилизировать без вреда для природы. Так что замена масла каждые 30 тысяч километров – это вполне реально для легкового автомобиля, но надо соблюдать европейские условия эксплуатации. То есть хороший бензин, не стоять в пробках, трассовые пробеги без прогревов и так далее. Ну а теперь давайте подытожим. Арбитры решили, что моторное масло из натурального сырья глубокой очистки – это вполне себе синтетика. А вот регуляторы устранились от этой задачи. Ну действительно, что такое минералка, а что такое синтетика, то есть четких критериев не существует аж с 95-го года. И поэтому маркетологи могут смело жонглировать вот этим вот словом синтетика. Ну можно ли считать, что потребители обманули? Наверное, нет. Ведь точного ответа нету, что такое синтетика. Если опираться на мнение экспертов, как мы уже говорили, то есть две противоположные точки зрения и одна точка зрения нейтральная. На наш взгляд в этой индустрии другое упущение. Никто не пишет на канистрах с маслом, какое базовое масло в основе этого самого масла. Конечно, в большинстве случаев это гидрокрекинговое, на что косвенно указывает слово синтез на этикетке. Но гидрокрекинговой основе могут примешивать более минеральные масла и менее очищенные от парафинов масла второй группы. Ну и самое главное, базовое масло не обеспечивает весь спектр защитных свойств. Финальное слово за пакетом присадок. То есть присадки и трение уменьшают, и сохраняют масляную пленку, и борются с пенообразованием, и вымывают, и еще делают кучу-кучу-кучу всего. И вот какой пакет присадок в каждой банке известно только производителю. И никто не обязывает его писать вот это все на этикетках. Но мы лишь можем посоветовать конечным покупателям научиться определять продавца оригинального масла. То есть надо найти импортера, посмотреть, кто входит в эту сеть, также посмотреть, какие документы импортер должен предъявлять, а также научиться пробивать акцизные марки. Потому что надо посмотреть, какой импортер, сравнить его с официальным импортером. Ну, в общем-то, в масляной теме очень много всего интересного. И вот если этот обзор станет популярным, то мы продолжим рассказ про моторные масла. И помните, оригинальные моторные масла и только оригинальные вы можете купить в «АвтоСтронг-М». Ставьте лайк, если вам понравился вот этот наш обзор. Помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.